Не более трех килограмм рыбы и пяти крючков на одного человека. Вот эти два основные правила должен знать каждый любитель рыбалки. Сегодня мы вместе с рыболовным патрулем и представителями СБУ отправляемся на инспекцию по берегу Днестра. Первым делом отправляемся с информационной миссией. Знают ли отдыхающие в живописных местах нашего региона рыбаки правила лова? Главный вопрос – осведомлены ли отдыхающие о том, сколько же можно привезти рыбы домой? По поводу вылова, где там до трех, до пяти килограмм на человека. Все остальное выбрасывается, особенно маленький тоже выбрасывается. Ну, а смысл ловить ее там десятками, я не вижу смысла брать. Вы знаете, количество разрешенных очков на одного рыбалку? Знаю. Сколько? Пять. Мы были приятно удивлены информированностью людей, но на этом не останавливаемся. Теперь нужно проверить их улов. Это у вас трое, да? Это 246, но еще одного можно. Вот видим, пять рыбин. Ну, общая их веса, где-то близко 5 килограмм. Так как ловят три особи, дозволена норма выловки для них 9 килограмм. Данные граждане, не порушивая правила рыбальства, отдыхают. Инспекторы проверяют не только сколько килограмм выловили, но и в обязательном порядке орудия лова. Напомню, удочек, сетей должно быть в сумме не больше пяти штук на человека. Нарушителей мы нашли, но рыболовный патруль решил обойтись предупреждением. Наразі було перевищення снарядів лову. Особа погоджується з таким порушенням і зобов'язується, що зараз вийм, достануть і снарядів лову, які перевищені, і залишить тільки 5 снарядів лову. Ще одне нарушення, з котрим ми столкнулися, це неправильне, а точне запріщенне орудие лова – драч. По сути, це плоска блесна, в котрій впає там множество крючков, в нашому випаджує три. Більша частина рыбі, яка попала на такий крючок, срывається і погибає от получених ран. Я вам об'ясню сразу, якщо ви ловите такі вещи, у вас є куча інструментів, є такі кусачки. Ви возьміть це просто, підкусуйте, і це не буде запріщено снастю. Самодільна ловушка для раков. Вход є, а виходу немає. Що тільки люди не придумують для того, щоб їх улов був більше. Вилучено заборонено знарядів лову, то складено адміністративний протокол про порушення, тому що в цій року ловці немає виходу, т.е. виход є, а виходу немає. Т.е. рак спокинеться собі виходу сюди, а вийти вже не може. Тому вона заборонена. Напомню, вже с 1 ноября запрещається промышленний, любительський і спортивний лов рыбы на зимовальних ямах водних об'єктів Одескої області. Такий запрет буде длитися до марта следующого року. Кристина Черновалова, Константин Денищрет, Телеканал Репортер.